Разговор важный. Еще раз, если можно, давайте для тех зрителей, которые только что подключились к нам, что послужило источником той инициативы, которую сегодня правящая партия начала развивать в отношении президент Грузии. Как я уже сказал, суть вот этого конфликта и напряжения является тот факт, что президент Грузии, по сути, является оппонентом действующей власти и оппонентом в том смысле, что она, по сути, прямой агент Запада. И вот непосредственно конфликт, который начался и послужил поводом для объявления импичмента, возможного импичмента, вот эта причина была в том, что президент собирается в турне на Запад, где она, по сути, должна организовывать от западных лидеров необходимое давление, необходимый уровень давления для того, чтобы как-то вынудить власть пойти на уступки, которые в конечном итоге должны послужить возможностям проведения Майдана в Грузии. То есть конечная цель вот этих западных сил — это Майдан в Грузии, и он должен быть проведен с той целью, что потом, в конечном итоге, организовать второй фронт против России, осложнить для России жизнь. А это для России, может быть, это будет осложнение, но для Грузии это будет катастрофа. Главной целью Запада сейчас является вот именно это. Президент является одним из активистов в этом направлении. Она действует вместе со всеми этими силами, финансируемыми с Запада, медиаорганизациями, политическими организациями. И то, что мы сейчас можем анализировать, то, что можно предполагать, намечается, мы предполагаем, что где-то во второй половине осени, думаю, будет очередная попытка рассчитать обстановку и попытаться нашупать возможности для проведения Майдана. Если этот вариант не получается, то хотя бы рассчитать рейтинг действующей власти и антизападной части населения, настолько рассчитать, что к следующему году, то есть когда намечаются выборы, западная часть политической элиты смогла как-то переломить обстановку и вернуть себе власть. Вот сейчас то, что мы видим, намечается именно эта тенденция и попытка атаки в адрес президента. Это, по сути, мы понимаем, что импичмент невозможен в данной ситуации, потому что у правящей партии нету достаточных голосов. Поэтому это, по сути, не попытка реального импичмента, который они провести не могут, это попытка перевести противостояние в то русло и на той теме, которая выгодна антизападной части общества. Потому что президент среди большой части населения не пользуется популярностью. Поэтому если обе части противостояния, если разделить наше общество на прозападную и антизападную, вот обе стороны имеют интерес перевести вот это противостояние на те темы, которые невыгодно противоположной стороне. Вот тема импичмента президента и заставить западников защищать именно президента, она более-менее выгодна для нашей части общества, потому что президент непопулярный. Я рассматриваю так, что попытка объявить вот эту процедуру импичмента, она заключается в этом. Перевести вот этот конфликт на ту тему, которая выгодна антизападной части. Шата, еще хочу сделать небольшую ремарку. Вот так, для наших зрителей, мы когда говорим по республикам бывшего СССР, у нас обычно возникает, мне думается, не очень здоровая риторика относительно того, что нам что-то должны, вот там не по-нашему. Вот сейчас, на мой взгляд, Грузия является эталонным регионом, когда если что-то будет выгодно народу Грузии, это будет выгодно нам. И вот здесь надо понимать. И тут интересная метаморфоза происходит, когда это вдруг становится выгодно народу Грузии, а значит нам эти ориентиры, эти магистрали называют пророссийскими, а значит с ними начинают бороться. По сути дела, перерабатывают эти субъекты бывшего СССР, страны, которые выбрали свой самостоятельный путь. И, кстати говоря, ну возьмите ту же Белоруссию, ну получилось ведь у Лукашенко создать полноценное, хорошо развивающееся, в очень сложных условиях развивающееся государство. По Грузии, если бы Грузии не мешали, если бы Грузию не ломали через колено, если бы не было Саакашвили, это была бы прекрасная страна, цветущая, абсолютно пророссийская, но пророссийская не потому, что это какая-то там колония нашей страны, а потому что процветающая Грузия это единственное, что выгодно и нужно нашей стране, процветающая, идущая своим путем. Конечно, было бы очень плохо для нас, Шата, если бы, например, Грузия окончательно определилась европейским так называемым выбором, и там в конечном итоге разместили бы полноценные военные базы НАТО и превратили бы маленькую Грузию. Просто для военных баз США Грузия маленький регион. И означает, это тоже важно зрителям понимать, любая военная база, это значит перекройка экономики региона, перекройка социальной среды и сферы региона, потому что все начинает работать на и вокруг обеспечения военных интересов США. Конечно, вот такой путь развития для России был бы большой проблемой. А если бы Грузия называлась как полноценное государство, как Белоруссия тоже, строила бы свою экономику, опиралась бы во многом на нас, во многом на те страны, которые им нравятся, но при этом это был бы грузинский путь. И еще один очень важный момент. Если бы там не брались, а эти моменты периодически возникают, так же, как на Украине, за православную церковь. Потому что я всегда всем говорю, что для того, чтобы понять, что такое Грузия, вот если человек верующий, вы пойдите и почитайте, кто такой Гавриил Ургебадзе. Ну просто пойдите и почитайте. И вам не надо будет ничего понимать больше о Грузии, потому что вы поймете, Грузия и Россия это навсегда вместе, при условии, что мы не допустим прихода туда проамериканского лобби. И вот в этой связи я хотел спросить. Вот та русофобия, которая периодически возникает на территории Грузии, не только Грузии, Казахстан и Киргизии, это можно бесконечно перечислять. Кстати, в России тоже немало людей, которые ненавидят нас самих. Тут тоже надо здраво ко всему относиться. Все-таки, есть ли у нас надежда на то, что здоровые силы возьмут Грузию в руки и поведут ее по своему фарватеру, по своей магистрали? Вы знаете, насчет такой русофобии, на самом деле, если она существовала бы в Грузии, каждый год в Грузии не ездили бы более миллиона туристов из России. То есть мы же понимаем, что люди, если там их в массе плохо встречают, и есть агрессия в массе, ну они просто банально сюда бы не ехали. То есть то, что есть такие факты разных, которые ощущаются очень остро разными либеральными грузинскими каналами и раздуваются, на самом деле это организованные западные МПОшники, которые просто получают деньги, чтобы создавать имидж, как будто здесь люди ненавидят русских, и сюда не надо ездить. В чем смысл создавания такой вот иллюзии? Смысл в том, что за последние годы просто обычные люди начали понимать, что в дружбе между Россией и Грузией, между обычными русскими грузинами, просто банально это и на материальном уровне только выгодно. То есть миллионы русских приезжают сюда, очень много людей получают от туризма заработки, и в отношениях, когда видят, что люди друг друга не точно ненавидят, они нормально по-человечески общаются, это помогает тем отношениям, которые в конечном итоге должны нормализовать и отношения между странами. Суть Запада, суть интересов Запада, мы должны понимать, суть интересов Запада в Грузии – это только просто формирование антироссии. Как в Украине мы видим, единственная роль, которую подразумевают для Грузии, Украины или любого государства на границах России – это ослабить Россию. Никто не собирается нас экономически обустраивать, реально принимать куда-то в Евросоюзе и так далее, не говоря уже о том, что наша часть консервативная, мы по идеологическим причинам, в первую очередь, вообще против вступления в Евросоюз, потому что либеральная идеология подразумевает упражнение грузинской и христианской идентичности. Мы отложим это в сторону и будем говорить просто о прагматичных интересах. Даже в прагматичных интересах никто не собирается действовать во благо Грузии. Грузия, Украина и все страны на границах России им нужны просто для ослабления России и разжигания еще одного костра на границах с Россией. Просто проблема сейчас Запада, ее намерение здесь устроить Майдан, исходит именно из-за того, что грузинский народ пошел против этой цели. И мы, вот здесь просто огромная часть нашего общества, и мы боролись против этого. Это было нелегко. Два года последних просто начала. СВО было прямой штурм против нормальной части нашего общества, чтобы как-то наше государство согласилось нам с открытием второго фронта. И против этого мы активно боролись. И во многом сейчас, можно сказать, произошел перелом в настроениях политической жизни. большинство довольно упорно встало против этой политики. И мы видим вот эту тенденцию ослабления прозападных настроений. Поэтому, почему Запад торопится? Потому что она понимает, что если тенденция будет продолжаться так, если еще пару лет будет продолжаться так, прозападные настроения в Грузии просто рухнут. И вот те акции, которые мы, вы, наверное, слышали, в том числе и против попыток провести ЛГБТ-прайды, в том числе и после вот этих акций западников 7-8 марта, во многом наши акции были демонстрации сил. То есть мы демонстрировали, что наша часть населения, она организована, нас много, и мы готовы отстаивать наш интерес и наше право на мир, на мирное процветание. Мы готовы отстаивать, если надо, и силы. И вот во многом противоположная часть это понимает. И главная проблема сейчас с устраиванием Майдана состоит в том, что видно, что на противоположной стороне политической жизни тоже довольно организованных сил, которые просто так без боя не сдадут свои позиции. У меня еще один вопрос к вам. Скажите, юридически возможно ли довести до конца тот импичмент, который планируется? И тут еще такой важный аспект. Вот мы уже видим с вами, как в США развиваются отношения между Конгрессом и президентами разными в разные периоды. Импичмент у них это такая уже часть национального ритуального танца. То есть это всегда объявляют эти бесконечные заседания комиссии. Никогда это не приводило к результатам. Не будет ли вот подобный ритуал в Грузии? Потому что мы же понимаем, что Зарубишвили приводили к власти. Она не пришла к власти. Ее привели к власти. И те, кто приводил, имели на это возможности. И вот очень важный момент сейчас я хочу обратить внимание наших зрителей еще раз на одну мысль. Вот в той науке, где я работаю, у нас есть правило. Внешний фактор работы разведок, он всегда прямо пропорционален внутреннему фактору. То есть разведка никогда не войдет в страну, если ей не на кого операция. Если что-то у разведки получилось, значит есть там мощная и не просто электоральная опора. А та опора, которая гораздо сильнее народной поддержки. Она может все переломить. Я пример приведу по Франции. Посмотрите, сколько было столкновений, как мы это все горячо обсуждали по Макрону. И сколько было там людей, которые могли, там та же Марин Липен. Но мы же понимаем, что это невозможно. То же самое сейчас по Оуф Шольцу. Как бы Германия не протестовала, Оуф Шольц был. Оуф Шольц будет до той поры, пока это не перестанет быть нужно американцам. Что в Грузии, если реальные механизмы достичь политической цели? Реальных механизмов, по сути, нет. Потому что необходимых голосов правящей партии нет. Им не хватает где-то приблизительно 15 голосов. И если прозападная оппозиция не поддержит импичмент, он не состоится. Поэтому все уже сейчас понимают, что этот импичмент – это просто попытка политического удара. То есть попытка перевести разбор, напряженность на ту тему, которая выгодна и правящей партии, и вообще в целом антизападной части населения. Но, конечно, мы все помним, что этот президент был проведен именно правящей партией. То есть одна из самых больших претензий, которые в том числе и у нашей партии есть, к руководству страны – зачем вы ее приводили, если сейчас сами объявляете, что нужно проводить импичмент? Вы же сами прекрасно знали, кем она являлась, и в Грузии – это не секрет, ходят упорные слухи, что Зурабишвили ставили президентом именно потребуя Запада. Просто реальность заключается в том, что позиция власти за последние годы на самом деле изменилась. То есть она от прозападной стала уже постепенно переходить в антизападную, потому что за последние годы главное изменение в отношении с Западом заключалось в том, что в конечном итоге после начала СФО власти просто поставили ультиматум – вы должны развязать второй фронт. И вот это был шаг, на который власть не согласилась, на это они не пошли, и уже в результате этого процесса уже конфликт перешел. Такое русло, которое превратилось уже без поворот, им пришлось сжечь мосты между Западом и правящей партией Грузии, уже мосты сожжены, конфликт дошел до того момента кипения, когда или их сменят, или они уже согласятся на открытие второго фронта, на что они не согласятся. Поэтому раньше мечта была про Западную партию, сейчас ее геополитический вектор, из-за того, что требования, которые ей предъявили, были просто невыполнены для Грузии, это была бы просто катастрофа для Грузии. Им пришлось даже им изменить, согласиться с той формулирукой, о которой, например, мы говорим уже годы, что нет никакого реального прочитания Грузии в прозападном векторе. Единственная возможность нашего прочитания и обоюдно выгодная формула геополитическая – это строить стратегические отношения с Россией. Это единственный путь к миру, единственная возможность к миру в нашем регионе. Прозападный вектор в нашем регионе означает то, что происходит в Украине. Принесение стран просто в жертву западным интересам. На это благо грузинский народ это осознает большая часть, и мы уверены, что мы это не допустим. Это будет нелегко, потому что против нас будет действовать весь Запад. Конечно, у них рычаги очень сильные, но в случае с Грузией я не согласен с тем, что народ ничего не решает. Реальность Грузии отличается от реальности Франции или Германии. Мы маленькая страна, здесь все всех знают, здесь все начинают понимать, какая участь нас ждет, если Запад здесь выиграет. Поэтому народ здесь решает очень многое, и последние полтора года это доказали. Шатам, желаю всего самого доброго. Побед нам всех. Шатам Мартыненко был с нами, говорили о ситуации в Грузии. Спасибо.